Тягать железо. В это выражение фитнес-тренер из Чебоксар вкладывал свой смысл. Осенью прошлого года мужчина был задержан за кражи могильных оград. На даче злоумышленника полицейские изъяли 6 тонн металла. Но для реального лишения свободы подсудимого этого оказалось недостаточно. Какое наказание назначил суд в репортаже моих коллег из пресс-службы МВД Почувашии? На балконе что спрятались? Ай, что я спрятался? Вы не знаете ответ. 46-летнего жителя Чебоксар задержали в сентябре прошлого года. После того, как в одном из городских пунктов по приему металлолома были обнаружены фрагменты похищенных могильных оград. Ограждение сдал оставшийся без работы в пандемии фитнес-тренер, который нашел такое применение в своей недюжной физической силе. В чем подзревать? Схищение чугунных оград. С территории дачи обвиняемого, которую тот использовал под склад похищенного, полицейские вывезли порядка 6 тонн металла. Для хранения такого количества вещественных доказательств отдела внутренних дел по городу Новочебоксарску пришлось отвезти целый гараж. Немало пострадавших обнаружило там ограждение с могил своих близких. Многие пришли в полицию после показа сюжета о задержании злоумышленника по телевидению. В общей сложности нам удалось доказать нашему фигуранту по делу 29 эпизодов преступной деятельности. Он был привлечен к уголовной ответственности. Общая сумма ущерба составила почти 400 тысяч 394 тысяч 542 рубля. И в ходе расследования удалось возместить потерпевшим путем изъятия похищенного имущества ущерб на сумму 307 тысяч 935 рублей. Вменяемые подсудимому кражи были совершены в период с мая по сентябрь прошлого года, в дневное время. Металлскладбищ чебоксарец перевозил в салоне семейного легкового автомобиля ВАЗ-2104. Человек ездил по всей республике, начиная от Чебоксарского района, доезжал до Маргаушского района, был в Цивильском районе, в Красноармейском. Практически до Ядрена доезжал, пользовался картами. В пункте по приему металлолома он говорил, что сдает демонтированные ограды после планового благоустройства города. Лишних вопросов постоянному клиенту не задавали. Каждый раз, когда, например, сотрудники полиции предлагали ему выехать на место, значить и показать, откуда было похищено это имущество, я не видела у него какого-то сожаления в глазах. То есть, вы знаете, у меня было такое чувство, что он ходил на эти кладбищи как на работу. Резонансное дело рассматривалось в Маргаушском районном суде Чуварской республики. На территории указанного района злоумышленник совершил большую часть краж. Кроме того, суд счел доказанной вину подсудимого в тайных хищениях имущества граждан в Красноармейском и Альковском районах, а также в Чебоксарах и Новочебоксарске. Сам подсудимый, который во время расследования и судебного разбирательства находился под подпиской о невыезде, на оглашение приговора не явился. Решение суда назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы, его, наверное, вполне устроило, в отличие от стороны обвинения. В ходе премии мной было предложено суду назначить наказание с лишением свободы. Вопрос о внесении апелляционного представления будет решаться после изучения материала уголовного дела и судебного заседания. В настоящее время прокуратурой уже внесено представление, и обоснованность назначенного наказания оценит судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Чуварской республики.